Приветствую вас, Кристина, и вопрос, который вы задаете, чисто вот формально, можно подразбить на несколько частей. Первое, это то, что собственно вам мешает быть в гармонии, что не позволяет вам быть в гармонии, что сбивает вашу гармонию, это первое, это первый важный момент, на который можно и нужно обратить ваше внимание, вот. И второе, для чего вы хотите привлечь внимание, заботу и любовь своего мужа. То есть вы, получается, здесь в чем-то нуждаетесь, в чем-то, я подчеркиваю, в чем-то вы нуждаетесь. Но ответственность за это что-то вы не берете. То есть это вот, по вашему мнению, да, это должен муж вам. Это муж должен вам это дать. Вот то, чего вы хотите. Вот, это не так, это достаточно деструктивная позиция, которая, я так, подозреваю и привела вас вот к тому, что вы сейчас имеете. Вот, то есть, грубо говоря, вот к этим вещам, к этому состоянию дисгармонии. Смотрите. Значит, а что такое раздражительность? Это неудовлетворенность. Это не соответствие. Это не соответствие тому, что вы хотите, того, что есть на самом деле. Это не соответствие. И соответственно, наиболее правильным здесь действием было бы смотреть на то, как вы можете изменить свое поведение в сторону удовлетворения своих желаний. Удовлетворение своих потребностей. Как вы можете это сделать? Именно вы, не кто-то другой. Только вы. Вот это очень важная история для вас. Гармония с собой, это, с одной стороны, конгруентность, то есть, соответствие того, что вы чувствуете, тому, как вы себя ведете. И наличие своих собственных, не связанных с вашей семьей, целей и смыслов, которые вы реализуете. То есть, такая вот, в некотором роде, независимость эмоционально от них. Вот, соответственно, примерно в таких направлениях вам и нужно двигаться. И смотрите уже, что вам мешает на этих путях, да, что вам мешает быть конгруентной, что вам мешает трансформировать раздражительность в внесение коррективов в свое поведение, чтобы быть более удовлетворенной. Для чего вам любовь, забота и внимание мужа, то есть, как много человек проявляет этого, столько, сколько он может. Не столько, сколько вы хотите, а столько, сколько может. И это, на мой взгляд, справедливо. Вот. И если вы хотите больше, то это вопрос к вам. Почему вы хотите больше? Из-за чего вы хотите больше? Вследствие чего вы хотите больше? Вот. Это все нуждается в корректировке, безусловно. Вот. И это психотерапия, потому что, как сказал мой коллега Игорь Летучий, вы живете так, не первый день, не первый месяц. И, вероятно, не первый год, и вы так уже жить привыкли. И для вас есть некая выгода в том, что вы живете так. Я вас сейчас не обвиняю, я говорю о том, что есть некая вторичная выгода. Про вторичную выгоду в психологии можете почитать сами. Вот. То есть, это вот такой аспект. И, на мой взгляд, сбрасывать его со счетов, да, ни в коем случае не стоит. Вот. Я думаю, примерно так можно вам ответить. Я думаю, что примерно таким может быть мой ответ. вам. Я надеюсь, что это было бы вам полезно. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Я желаю вам снова видеть этот бед device. Утрудие. Эктомпформенный режим.